Утро понедельника. После выходных автолюбители спешат на работу. Тех, кто едет через Фиолентовское кольцо, мониторят судебные приставы. Им помогает еще один пристав – дорожный. Так называется специальная система видеофиксации – программный комплекс для поиска должников. В основе технология распознавания автомобильных номеров. Во время подобных рейдов вещь незаменимая, поскольку значительно ускоряет работу. Как только камера фиксирует номер транспортного средства, и если данный номер является должником, оно у нас высвечивается красным цветом. Безусловно, сразу же я проговариваю номер автомобиля и, естественно, останавливаю. И дальнейшие действия уже принимает судебный пристав-исполнитель. Не прошло и 10 минут, как дорожный пристав обнаружил первого должника. Его машину останавливают сотрудники госавтоинспекции. Дальше – разговор с судебными приставами. Что за долги у вас? Какие? По закрытию налоги. Оплачены? Не оплачены. Но если были оплачены, то не было бы долга. Почему не оплачены? Сумма какая долга? 28. Цифра внушительная. Однако этому должнику удалось решить проблему на месте. Без лишних споров выплатить необходимую сумму. Если задолженность составляет более 3000 рублей, судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество, принадлежащее должнику. Что, в принципе, в данном случае и произошло. Когда ему объяснили, что его транспортное средство будет арестовано в соответствии с законодательством, в связи с неуплатой налогов и сборов, то он изыскал возможность и оплатил сумму задолженности судебных приставов через терминал. Завтра его исключат из базы должников, а денежные средства направят налоговый орган по месту его регистрации в счет погашения задолженности. Чтобы день не оказался испорченным из-за долгов, лучше заранее проверять все возможные неуплаты. Сделать это можно через официальный сайт судебных приставов или портал госуслуги.ру. А тем, кто не пользуется интернетом, помогут в любом отделе службы по месту жительства. У нас существуют отделы по районам, Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и так далее. То есть можно обратиться в любой отдел судебных приставов, также для уточнения задолженности. С 9 до 6 рабочий день и с часу до 2 обеденный перерыв. То есть судебный пристав исполнитель всегда предоставит возможную эту информацию, даст добровольный срок, согласно закона, 5-5 дней на добровольное исполнение и погашение долга в полном объеме. Во время рейда на прицел дорожного пристава попали 26 нарушителей. Среди них неплательщики алиментов, коммунальных услуг, административных штрафов, банковских кредитов. Те, кто не погасил задолженность на месте, теперь обязаны явиться на прием к судебному приставу. Анастасия Синица, Анатолий Кукса, Севастопольское телевидение.